Сады России представляют. Зимостойкая слива Уральская красная. Этот сорт идеально адаптирован для выращивания в Урало-Сибирском регионе и обладает хорошей морозостойкостью. Как и все сорта уральских слив, отличается скороплодностью и урожайностью. Послушаем специалиста. Сорт сливы Уральская красная, хоть вот казалось бы и имеет такое вот нехитрое название, да, уральская красная. Сразу говорит я о происхождении, я о цвете. Но тем не менее, этот сорт достаточно интересный, может быть, для большинства садоводов-любителей или для всех, наверное. Сорт очень зимостойкий, сорт очень урожайный и очень хорошего вкуса на самом деле. Его характерная, конечно же, краска красная и иногда наблюдается, что он все-таки немножко таким вот с более насыщенным румянцем, то есть не полностью бывает плод полностью красный, частично, но, как правило, полностью. Мякоть у него очень нежная, ну, кремового желтого цвета, очень нежная, очень сладкая, хорошего вкуса, по-настоящему десертного. Сорт отлично идет для переработки, для всех видов переработки и, в том числе, для употребления в свежем виде. То есть этот сорт универсального назначения. За годы наблюдения, опять же, мы не отмечали у него подмерзание, ну, как и должно быть для сливы уссурийской. То есть этот сорт чисто вот видовой, чисто на основе сливы уссурийской, местной селекции. И за годы наблюдения ни разу не отмечали у него признаки подмерзания. Ни разу не отмечали у него признаки поражения манилиозом плодов, ни разу, в принципе, не отмечали, что было у него. Ну, под заморозки он у нас, в принципе, еще как бы ни разу не попадал за те годы, что вот он у нас растет. За последние 5 лет заморозков у нас не наблюдалось подсветение. Если и были заморозки, то такие заморозки, которые негубительны для сливы. Как мы знаем, что для сливы заморозки ниже 3 градусов подсветения могут, конечно, привести к потере урожая частичной или полной, в зависимости от силы заморозка. А до минус 3 градусов сливы вообще хорошо переносит заморозки. Поэтому за последние 5 лет ни разу не было годов, чтобы у него было снижение урожайности или полное, тем более, потеря вообще не было такого. Сорт очень интересный, порадует вас крупными плодами, порядка 20-25 граммов даже. Очень красивые, приятного нежного цвета и очень хорошего вкуса. Косточка, в принципе, относительно неплохо отделяется, поэтому можно отдельно брать дольки для производства варенья без косточек. Можно использовать компот, у него тоже средней плотности кожица, какая должна быть для сортов, которые идут в компот. Она вполне транспортабельная, мякоть у него уже средней сочности, то есть такая вот кремового типа, ну это тоже очень хорошо, то есть она пойдет в переработку в варенье, она очень хорошо будет желироваться и очень ценный на самом деле сорт, интересный. Поэтому если вы приобретете этот сорт, в целом вы будете очень довольны им и вкусом, и урожайностью, и своей неприхотливостью. Поэтому пробуйте, испытывайте у себя на участке и вы будете довольны, это я вам гарантирую, не разочаруетесь.